так друзья мы снова вместе не знаю сколько будет вебинаров но это уже 118 когда мы начинали антон Валерьевич мне в голову не пришло что четвертый год будем этим заниматься итак значит привет Антонина значит привет всем сейчас мы поговорим о школьниках но это касается всех почему у школьников есть родители у родителей есть школьники сейчас мы заглянем на минутку вот сюда где у меня Антонина у меня вот вот у меня школа номер 70 и так уже дожили до того что уже не пишем школа мы пишем school кедровка по-английски боже мой куда мы идем ладно итак уже пишут здесь что уже и в газете припечатали и ветераны подключились и телевидение и этот самый директор школы это нам повезло Тоня этот самый журналист настоящий журналист теперь настоящий директор школы вот и вы теперь одна ну я там престижным к вам у нас двое на всю страну теперь самое интересное ну давайте посмотрим немножко фотографий вот они вот они вот сейчас где где где-то щелкается все а это вообще школьные ладно в инстаграме тогда мы вернемся к нашим этим детям вот сюда и так вы прошли стадию сертификации так вот они вы и еще вы и вот она моя посылка и вот она моя брошюра которая самая полезная брошюра в мире вот и вот она школа school молчу-молчу растем с кузбассом и так первый вопрос к вам сейчас мы долго не будем на 5 минут понадобится я приготовил сюрприз значит так школы обычно находятся крупных городах у вас это столица кузбасса вот я однажды ездил по челябинску и там на меня возили на легковушке на девятке а мне было этот самый теле теле сам был градусник и этот градусник все время показывал температуру до 8 перепады были то есть допустим было 28 там 32 там 34 там 26 до 8 градусов получается где то есть а ветра не было где то есть места где можно растить то что растет уже не в сибири а скажем средней полосе россии а где-то еще потеплее место ну буквально до города себя обогревает вот хотелось бы знать про вашу школу вот этот момент вот а теперь мой сюрприз я тут почесал затылки и думаю антонина нам проваливаться нельзя он они работают дети молодцы вот малейшая ошибка и мы с вами окажемся одну мягко объектами насмешки вот значит почему это говорю потому что я хочу вымыслать третью посылку вышли примерно 1 апреля я для вас я знаю какой климат кузбассе 1 апреля вышел через недельку полторы если оттает вы ее будете садить если нет вы будете по горшочкам рассаживать и в холод и эта посылка она уже даст гарантированные сходы почему я завтра сфиксирует я закладываю на хранение и храню у себя вот и отправляю вам потом это будут те же абрикосы сливы вишни и так далее вот почему я спросил про погоду про климат именно микроклимат в районе школы если там действительно где-то близ центр центр столицы ваши где-то ну как то и челябинска такая же по уровню город как у вас правильно а по там вот эти перепады где-то и может быть я мыши и культурные семена которые привать надо что вы будете с ними делать когда получите как короткий репортаж это вас касается всех до единого касается поэтому не говорить не думайте что я пошел на кухню пусть он там про школу рассказывать и вот это все касается почему получили посылку семена делите на две части первое не взошедшие вот продолжают ждать распотрошили пересыпали больший объем продолжайте ждать пока они или проклюнутся или уже слава богу пора высаживать прям спящими вторая которые переросли и такое бывает особенно вот тот момент когда вышли такие будут там вот такие хвостики у некоторых по сантиметру по два аккуратненько в эти самые горшочки горшочки и холод и третий момент который чуть-чуть наклюнулись вот это самое ценное для вас вы их отдельно их надо держать в холоде не обязательно по горшочкам а потом высаживать сразу на грядку главное не дать им дальше расти вот три этапа третьих разное понятие теперь значит сейчас я покажу это тоже всех касается не вздумайте текать куда-то сейчас вот это вот свежайшие ватсап и сейчас поймете к чему я говорю во первых для меня это как бы ну как сказать чтобы меня правильно поняли для меня это это реклама лезет ну чего ты лезешь кто тебя просит отключить так вот дело в том что ваши дети они сейчас самые юные садоводы но у меня такое умиление и не могу не показать тем более что сейчас вы увидите как бабушка с внуком которого зовут иван вот и которого три года претендует на звание самый молодой садовод россии вот два года бабушка говорит он посадил клубнику а сейчас три года он занимается сертификацией и так смотрим почему я попросил ее опять снова помните я расскажу про женщину которая вырастила повторяя ее слова потому что я умоляю ее всех умоляю вот сюда не надо вот сюда давайте в этот самый ватсап не надо давайте на мой электронный адрес чтобы было мы сейчас посмотрели она один раз перекинула вспоминаем 2000 это важнейший момент потому что дальше так все испортить можно начало триумфальная это тут же вот вы знаете мы говорим да а где-то 100 200 километров 500 институт они уже должны были у него выкупить эти косточки по 1000 рублей штучка почему сейчас объясню и вы поверите что я ничего не преувеличиваю 2016 год выписывают у меня 10 костей персика цитирую ее слово-слово проходит время сертификации как-то умудрилась у нее получилось 6 саженцев 2 оставляет себе 4 отдает соседям проходит время 4 которая отдала то ли друзьям то ли соседям все четыре мертвы я сразу за голову а почему не оставили а потому что говорит садить некуда но это наша россия вы понимаете пять соток на этих с этими вот теперь я показываю камеры не конец истории а продолжение истории внимание это важнейший момент потому что трехлетний ребенок сфиксирует но неправильно и вы должны это все видеть и так ваня три года пишет она так внимание я громче никак не могу сделать но попробуйте вот это вот посмотреть два видео внимание пусть так я надеюсь вы видите это чудо экскаватор три года знает вот дети пошли так посмотрели одну так давай я уберу Все, ты будешь ручками, да? Вот так. Да, будем засыпать. Еще чуть-чуть. Песка. Песок закатится. Ага. Три года. Вот умничка. Еще нужно песка. Ну давай, а я буду тогда косточки, да? Побил рекорд моего Тимошки. Тимошка в 4 года начал. Так, все, посмотрели. Теперь, чего непонятного? Я тут же позвонил и говорю. Милая, дорогая, я просто счастлив, что у вас теперь опыт есть. 6 из 10 вырастила. Снова сфиксирует. Так, но песка не хватает. Если вы заметите, на такое количество косточек песка не хватает. Я ей сказал, вот то, что я вижу, вот эти косточки, несколько десятков. Это на трехлитровую банку. Слой песочка на дно. Две-три косточки, слой песочка. Две-три косточки, слой песочка. И так пока банка не будет полная. Вот. И почему? Не скажи это, не пришли она мне. Она молодец. У нее взойдет, ну сколько? Ну, наверное, так бы зашло в ее банки. Ну, штук пять. Знаете, как абрикаде? Персики любят влагу. Помните, я вам показывал в фотографии. Вот такие вот они. На момент раскрытия. Вот такие косточки. Ой, эти. Мякоть. Или как ее? По-научному. Старею, забыл. Знаю, что внутри зародыш. А что, а как это называется? Ладно, проехали. Смеяться будем, надо быть. Пойдем дальше. Вот. И вот смотрите. После этого. Я еще не закончил. Ладно, сейчас закончу. Итак, первый этап. Когда получите третью посылку. Так, занимайтесь лично вы. Где вы будете размещать такое количество. Потому что надо будет по баночкам. Я же не зря показал этот фильм. Поразместить по баночкам. И побольше песку. То есть перетарить. Я вам все пришлю. А, я вам еще пришлю сухие. Знаете, почему? Вот из этих детей. Обязательно есть несколько Мичуриных. У нас в Мичуриных сейчас было бы сотни тысяч. Просто детей уничтожили в них все это. Уничтожили. Смотрите. И вот. Я учился. Я не имею права про это даже промолчать. Вы скажете, отвлекаюсь. Я не имею права промолчать. Я учился в школе. В сельской школе. В западной Украине. Мы дети военных ходили туда. Итак. Деревянный дом. Два десятка парт. Так. Значит. На стенах. Телетричества нет. На стенах эти. Керосинные лампы. Печка топится. Рано затапливает. Чернилицах. До обеда чернила. Нет. Никак не тает. Замерзшая чернила. Вот. Помните. Не проливашки. И. Все равно. На стенке были. Вот это самое подлове на свете. Заспиртованные лягушки. Три тонны. Змея была заспиртована. Вот. И черепах, которые убивали при нас. И мы дети плакали. И я плакал. Вот. Это прошло 12 лет после войны. Как война закончилась. На улицах патрули военные. С автоматами. Так. Вот это началось. Знакомлюсь уже здесь. С этим самым. С парнем. Который хихиха хан. Алкаш. Рассказывает. Мы школьники. Такие же банки. С лягушками. Значит. Ночью украли. Лягушек выкинули. Спирт выпили. Вот. Вот чему учила школа. И сейчас. Вот. То, что я смотрю на этих детей. Их можно сделать вот такими. А можно вот эту дурь. Собачью. Это. Которую я вам рассказывал. Показывал. И что нам надо. Нам надо сейчас. Чтобы они не разочаровались. Понимаете, Тоня. Самое главное. Но среди них. Уже сейчас. И не разочаруются. А наоборот. Сыпят зубы. И будут. То, что называют сейчас. Ботаниками. Которые так называют. С пренебрежением. Вы им отдельно. Я вам вышлю. Сухие семена. Вы их сразу. Не будем терять ни одного года. Потому что годы идут. Когда-то вот то, что вы. Телевидение. А ведь когда-то у них будет как. Проходит несколько лет. Буквально 2-3 года. Я вам уже следующую осень. Черенки вышлю. Они будут прививать. Это самое легкое на свете. Вот. Тут не надо быть плотником. Краснодеревщиком. И вот. Получается так. Что. Когда-то. Им нужен стимул. Вырастил. Пятерка по биологии. Это самый. Диплом. Не просто диплом. А придумайте диплом. У вас такой директор. Просто. Вам повезло. Нам с вами повезло. Который сделает. Может сделать даже так. Что вот с этим дипломом. Их даже будут на работу брать. Вот. Они могут ходить. Я же. Я школьник. Но я такой был. Я лекции читал. Не преподаватели. Они отдыхали. Они мне давали задания. И я лекции читал. И они смогут. Что надо. Еще один этап. Это параллельно. Высылаю сухие семена. Высылаю материал. Ускоренная стратификация по Бродскому. Ускоренная стратификация по Татьяне Наге. Вот. Получили. И должны успеть их. Без стратификации. Сразу. Или там с очень короткой стратификацией. Это следующий этап. Это очень важный момент. Теперь. Приходит. Лето. Значит. Нет. Весна. Скопали как можно больше земли. Семен будет много. Так. Детям. Они должны. Посадить. Своими руками. Но. Вы им даете. Только проклюнутые. Вот. Которые. Гарантированы на успех. То есть. Это. Каждому делянку. Буквально пару квадратных метров. И он на этих парах квадратных метров. Должен посадить. 10. 20. Семечек. А чтобы они не опустились руки. А я же не зря. Третью посылку вышел. Они уже должны быть. Максимальная схожесть. Полностью. Даже я не гарантирую. Максимальная схожесть. Теперь. Те которые сухие. Так. Сухие. Это. Будет. Это школка отдельно. Со всходами. А которые сухие. Ой. Я не то слово говорю. Не сухие. А не проклюнувшиеся. То есть. Которые. На момент высадки спят. И они пойдут отдельно. Вы будете детям объяснять. Что такое природа. Почему. От них зашли рано. Это сделано так. Что все не должны сходить. В природе. Они должны рано взойти. Позже наступит катаклизм. Другие не взойдут. А. Но уже что-то взошло. Эти наоборот. Взошли. Погибли. А эти отсиделись. Другие семена. И взойдут позже. Когда катаклизм прошел. Вот это дети должны знать. Спящие. Не спящие. Потом следить за теми. Следить за этими. Выделится группа. Небольшая. Вот. Вроде нас с вами. И эта группа детей. Они уже будут дальше заниматься профессионально. Именно с этого возраста. И профессионально. Вот. Можно привлечь еще пару классов. Если сможете. Чтобы побольше. Поширше. Поширее. Вот это я бы хотел сказать. И. Следить за этим надо. Да. Плодношения. Плодношения покажут. Что. Которые скромные сорта. Могут быть. Прекрасными. Дать плоды. Наоборот. Прекрасные. Могут дать плоды. Плохенькие. Теперь. На этом этапе. Не звонить. Что там. Среди них. Много культурных. Я вышлю. Вот. Потому что. Это. Можно. Вплоть до того. Что украсть могут. Просто говорить так. Скромные сорта. Как по двое. Первый этап. Скромные сорта. Как по двое. Потом. Привьем. И у нас вот. Вот такие вот. Вот. Это есть. Программа. Железа. Стирая. Ваша.